Эко-сквер и раздельный сбор мусора, система умного освещения, велодорожки и молодежные каворкинги – все это может появиться в Верхней Салде. И все это придумали обычные школьники в рамках первого инженерного акселератора «Мастерская Салда 2.0». Напомним, в марте 2021 года 54 подростка прошли строгий отбор и попали в уникальный проект благотворительного фонда «Эмпатия» корпорации ВСМПО «Ависма» и высшей технической школы из Тулы. Наш подход отличается тем, что мы работаем над реальными проблемами и решаем несколько задач. Да, это и проекты, и то, что ребята загораются, и желание у них появляется изменять свое окружение, свой родный город. Что касается самих проектов, на самом деле все тематики очень интересны и очень важны для развития города. И общественное пространство, и энергосбережение, и эко-направление – все очень важно. И я надеюсь, что каждый из этих проектов реализуется, несмотря на то, что кто-то выиграет, кто-то проиграет. Десятки лекций, мастер-классов, работа с тьютерами – и вот они, 9 проектов, 9 претендентов на победу. Команда «Эпицентр» взялась решать проблему молодежного досуга. Один из подпунктов своего проекта – фестиваль «Про кино». Ребята уже провели этим летом. Но мечтают, конечно, о большем, о создании целого креативного пространства для молодежи. У нас сначала была идея открытого кинотеатра, кинотеатра «Под открытым небом», которые очень распространены в больших городах, но в нашем городе, к сожалению, такого нет. И из этой маленькой темы мы развили огромное пространство, где масса интересностей и всяких развлечений. Я считаю, что самое главное, что мы донесли мысль нашу и вдохновили жюри, заставили их поверить, что это все действительно правда и это может существовать в нашем городе. Членам жюри было не просто. Каждый новый проект по-своему уникален. Команда «Зе Дрон», например, разработала почти готовый стартап, который уже сейчас может быть полезен спасателям и огнеборцам. Наша программа, она уникальна, ее аналогов и нет на российском рынке. В нашей команде я, Лукьян Дмитрий, отмечал за алгоритм выведения окружности, Илья Виноградов отвечал за саму программу, а Арсений Романов отвечал за дизайн. Программа строит модель распространения точная. С этой моделью сотрудникам МЧС будет более понятно, в какую сторону и куда пойдет пожар. Но дальше всех в программирование зашли девушки из команды All Inclusive. Профориентационную работу они предложили вести в виртуальной среде, которую сами и создали с помощью тьютеров и наставников. Проект обкатали на профессии кузнец. Уже точно знаем, чем занимается современный кузнец. Что это не бородатый дядька, который маршет молотом, наковальня, а вот простые парни, девушки, вот как мы. Начиная абсолютно с другой темы, заканчивая VR-приложением, это было необычно. Я никогда не работала на компьютере, честно скажу, для меня это темный лес, но тут появилась возможность научиться, и я это сделала. Мы это сделали. Да, целый этап жизни прошел у нас. За 9 месяцев молодежный акселератор объединил талантливых ребят из разных школ, научил их работать в команде, показал, как можно быстро прокачать себя и свою идею и презентовать ее потенциальным инвесторам. При этом обещание корпорации профинансировать реализацию проекта победителя остается в силе. Как корпорация, так и Благодарительный фонд «Эмпатия», и администрация города действительно хотим поддержать многие из проектов, не только те, которые были сегодня объявлены победителем, потому что правильные идеи и хорошая основа уже заложены практически во всех проектах, и не все из них даже требуют большого финансирования. Но сложно переоценить важность таких проектов, как акселератор. Это, прежде всего, очень важно для самих детей, потому что, когда мы начинали 9 месяцев назад данную активность, данный проект, мы, конечно же, видели, что многие ребята пришли и действительно даже не знали, что такое проект, что это, в принципе, может быть сделано. У них не было каких-то компетенций. Сегодня мы видим совсем других детей. Это уже во многих компетенциях и технических, и презентационных прокачанные ребята. Вместо одного победителя жюри выбирает четырех. Это как раз ребята из «Зе Дрон», «Кредо» с их школьной точкой кипения, «Арт-тим», создавшие сайт «Узнай Салду» для промышленного туризма, и, конечно, «Ол-Инклюзив» с их 3D-реальностью. Очень интересно было. Мы прям… Тот человек, который пришел сюда в марте, и вот сейчас – это абсолютно два разных человека. Акселератор дает возможность подняться для себя в первую очередь. Все акселераторы получили от организаторов толстовки, беспроводные наушники и бесплатную подписку на образовательные лекции «Радио Арзамас». Но самое главное – бесценный опыт и навыки.